Друзья, всем большой привет! Сегодня я продолжаю рассказывать о разном интересном вооружении и танках. И на очереди у нас яйцеголовый сюрприз, родом из Югославии, и с эпичным названием «Вазила А». У этого «Вазила» есть много интересных нюансов. Например, вместо советского пулемёта на танк ставили МГ-42, а зенитным пулемётом стал «Браунинг». Давайте разберёмся, как так вышло. А получился данный танк в результате политического кризиса между Советским Союзом и Югославией, который некоторые даже называют «холодной войной». И действительно, разрыв был не только политическим, но и экономическим, что сильно подорвало перспективы развития вооружённых сил Югославии. В то время как амбиции руководства страны, наоборот, стремительно росли. Югославии требовался новый танк, и в итоге было принято решение скопировать советский Т-34-85. Выбор «тридцатьчетвёрки» был обусловлен необходимостью производства запасных частей для уже имевшихся танков. В остальном инженерам сказали «творите и устраните недостатки советской версии». Работа закипела. Над «Вазилом» корпели инженеры из разных организаций и заводов. 16 июня 1949 года было принято решение создать опытную партию танков в количестве 5 штук. А времени было очень мало. Меньше чем за один год завод должен был собрать 5 прототипов, после чего в 1951 году начать серийный выпуск. На новый танк работали и самые разные предприятия страны. За окончательную сборку отвечал завод «Петар Драбшин». Одну из советских «тридцатьчетвёрок» полностью разобрали для копирования, поскольку никаких чертежей не было в наличии, и детали для «Вазил» создавали по образу и подобию. По компоновке и общей концепции танк не отличался от советской версии. Сюрпризы крылись в деталях. Броню танка усилили, на него установили дополнительные боковые бронелисты. Самое главное изменение было в башне. Она была выше и шире оригинальной, а броню сделали толще. По требованиям башня должна была держать прямое попадание снаряда из пушки ЗИС-3 с 250 метров. Благодаря скосам в передней части уменьшилась площадь её фронтальной поверхности, что должно было снизить вероятность поражения. Удлинение в кормовой нише задумывалось для увеличения боекомплекта. В башне также улучшили вентиляцию. Над вооружением тоже поработали. За основу взяли модернизированную советскую пушку, которую снабдили дульным тормозом. Для разворота башни использовался электропривод. Как уже было сказано вначале, вместо советского ДТ поставили немецкий МГ-42, который югославы захватили в огромных количествах. Для защиты от самолётов на крышу башни монтировался браунинг. В качестве прицела югославы создали интересный симбиоз советского и немецкого прицелов. А радиостанцией служила английская САД-19. Ну и, наконец, инженеры запилили свой модернизированный дизель. Трансмиссию тоже довели до своего югославского ума. Не забыли скопировать и катки с гусеницами. Правда, они оказались тяжелее советских. Да и вообще, по сравнению с оригиналом, возила оказалась тяжелее и весила почти 35 тонн вместе с боекомплектом. Но надо отдать должное. Югославские инженеры проделали колоссальную работу. Тем не менее, по итогам испытаний башню танка признали неудачной. Поле обзора экипажа сократилось по сравнению с советским танком на 50%. Двигатель требовал доработки. Да, по вооружению и броне возила превосходила оригинал, но в маневренности танк проигрывал. Все-таки 1 мая 1950 года возилы участвовали в Белградском параде, чем удивили не только граждан Югославии, но и военных атташе других стран. Правда, после парада из пяти построенных возил, две уничтожили на полигонах, две разделали на металлолом. Сохранился только один экземпляр. Яйцеголовые 34-ки так и не пошли в серию.